Служитель Богоявленского храма на Ренмарской епархии посетил четыре населенных пункта при Печоре. Свою поездку он посвятил празднованию Богоявления, во время которого принято освящать воду и проводить молебны. У жителей маленьких деревень такой возможности нет, поэтому каждый визит священника – радостное событие. Крестный вояж служителя Богоявленского храма на Ренмарской мизинской епархии отца Ванифатья начался в Лабышском. Примерно в трех километрах от села, на берегу Печоры, жители обнаружили подземный источник. Чистая вода им понравилась, и они провели от родника трубу, чтобы набрать себе воды мог каждый. Затем жители обратились в храм с просьбой осветить источник. Перед обрядом священник присвоил ему имя в честь Георгия Победоносца. Обустраивали его два местных жителя по имени Георгий. Бострое освящается источник священный, военный отца и сына и святого духа. Аминь. Теперь родниковая вода будет пользоваться еще большим спросом у местного населения. О ее полезных свойствах знают даже в Наренмаре. Из-под тундры вода очищается, поэтому вода очень чистая. Говорят, чище, чем в Наренмаре. Говорят, очень, очень качественная, короче. Поэтому уже даже на бане водим отсюда воду. С канистрами, бочонками. Священнику жители Лабужского рассказали, что мечтают о купели и небольшой церкви. А пока над родником высится крест, который установили накануне празднования Богоявления. Его осветили вместе с родником. И теперь этот уголок можно по праву считать храмом под открытым небом. В Тошельске такого места нет. Из-за труднодоступности сюда даже не приезжают священники. Чтобы покреститься или поставить свечку, нужно преодолеть более сотни километров. У нас здесь не покреститься, нечего, надо в город ехать. Это очень, нам нет возможности такой. Даже в церковь сходить на праздники, на большие. У нас никакой возможности нет. У меня, например, есть икона. Я дома читаю их каждый день, молитвы, какие мне нужно. Ехать до щелей на сотрудники окружного поисково-спасательного центра не рискнули. Дорога там не для большой техники. Но глава поселения Екатерина Жданова не позволила деревне на один из главных церковных праздников остаться без освященной воды на путстве батюшки. И отправила его на встречу с жителями на снегоходе. Старожилы говорят, раньше в деревне церковь была. Только вот где она располагалась, уже никто не помнит. Редкие визиты священника, события всегда радостные. Как не говорят, что люди не верят, люди еще что-то. Люди верят. Просто у людей нет возможности, к сожалению. Я думаю, наш долг, самое главное, им предоставить возможность. За них молиться, им помогать, их всегда слышать, чтобы мы всегда их слышали. В Великовисочном освящение воды провели в церкви. Новое здание храма хоть и уступает прежнему пятиглавому двухэтажному собору, зато у жителей всегда есть возможность отметить церковные праздники. Свято-Николаевская церковь стала четвертым местом, где служитель Богоявленского храма совершил обряд освящения воды. В Великовисочном, как и в других населенных пунктах округа, нет постоянного священника. Однако он всегда может приехать по просьбе местных жителей. Валентина Чибичик, Леонид Шишелов, Телеканал Север.